Доброе утро, друзья! Мы сегодня будем говорить о мужчинах и о женщинах. Вернее, сказать о их роли, о том, какое созидающее влияние они должны оказывать на окружающих людей, на окружающую действительность. И как уже Саша Чепелевич выходил и просил, чтобы мы, мы говорим о мужчинах, много говорим, о женщинах мало говорим. Мы будем говорить сегодня одну треть о мужчинах и две трети о женщинах. Скажем о женщинах больше, чем о мужчинах. Дело в том, а у нас сегодня второе послание к Тимофею, первое послание к Тимофею, вторая глава, 8-й, 10-й стих. Кто следит по своим Библиям, может ее открыть, чтобы быть в контексте происходящих событий. Дело в том, что церковь в Ефисе была основана, создана на языческой территории. Соответственно, люди, которые пришли в церковь, они принесли с собой, притащили туда культуру данной местности. Традиции, мышление, представление о разных вещах. В данном случае представление о мужчине и женщине. И эти представления не всегда совпадают с теми представлениями или с тем, как создал мужчину и женщину Бог. Пока мы не читали текст, но можем кратенько. Мы тоже пришли, но у нас не вся может быть церковь с языческой культурой. Сейчас и с христианской, у нас сборная такая церковь. Но тем не менее, а влияние нашей культуры влияет на наше представление. Как мы представляем себе мужчину на сегодняшний день? Можете кратенько подсказать мне, только недолго. Буквально несколько. Женщины могут тоже подсказывать. Сложно представить современного мужчину. Хорошо, я вам буду подсказывать. Обычно говорят, что он сильный должен быть. Мудрый добытчик, состоявшийся. То есть имеет дом, машину, квартиру лучше не одну. И машину тоже лучше не две. Бизнес успешный. Вообще, вот. Если это все собрать в одно слово, как это можно характеризировать, это лидер. И есть ли у нас такое представление о мужчине? Слава Богу. В принципе, оно где-то совпадает с тем, что задумал Бог. Потому что, ну скажем так, до нас это еще не так сильно добежало. Но в западной культуре понятия о мужчине уже очень сильно размытые. Мужчина – это уже что-то такое среднего рода, нечто. Непонятное существо. Но мы посмотрим на наш текст, потому что нам важно знать, каким мужчину видит Бог. Видит его как лидера, как человека, который оказывает влияние, созидающее влияние на других людей. Первая Тимофея, вторая глава, с восьмого стиха. Будем читать. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи или мужчины. То есть Павел сразу говорит, что мужчина должен быть молитвенным. Он должен молиться. Начало любого служения, каким бы вы ни занимались, всегда начинается с молитвы. Оно всегда начинается с действия Божьего в вашей жизни и в том служении, которое вы делаете. И никак не наоборот. Нельзя сначала начать что-то делать, а потом дополнить это вот как бы так, вот как слепок, чуть-чуть молитвы туда добавить. Особенно, если это касается изменения человеческих душ, изменения людских сердец, трансформации характера, преображения человека, образ Божий. И свидетелем этому является сам Павел. Он пишет Тимофею немножко раньше в первой главе. 12 стих. «Благодарю, давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, смотрите, какой был раньше Павел. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии. «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Павел четко нам показывает, дает определение, что его изменил никто иной, как только сам Иисус Христос. «Любовь Христа, милость Божья коснулась его сердца и преобразила в другого человека». Прежде чем мы начнем с кем-то о чем-то разговаривать, заниматься каким-то служением, мужчины, мы должны молиться, что бы мы ни делали, особенно если это касается людей. «Хотите кому-то сделать замечание? Скажите сначала об этом 10-20 раз, 30 Богу, и только потом идите и говорите с человеком». Особенно если это касается Евангелия. Я думаю, многие встречались с такими ситуациями, когда вы рассказываете человеку, рассказываете, рассказываете, а он только раздражается и гневается на вас. И находит кучу противоречивых доказательств в том, что вы неправы. И вообще христианство здесь неуместно. Почему так? Потому что вначале должно идти действие Божье, должно коснуться сердца, разума и души человека. А только потом должны идти мы и рассказывать об этом. И в начале 2 главы Павел говорит, я хочу, чтобы вы совершали молитву за всех людей. За царей, за правителей, за угодных, за неугодных, абсолютно за всех людей. Если мы еще можем с ближним своим поговорить, то вряд ли мы имеем такую возможность пойти и поговорить с руководящими органами, с царями, с правителями. Поэтому в первую очередь все эти проблемы нужно решать у престола благодати Божьей и просить о Божьем действии в жизни других людей. Какой должна быть молитва? И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки. О чем здесь идет речь? Раннехристианская церковь, она переняла немножко иудейскую традицию в воздевании рук. Вот несколько стихов. Третье царство, 8.22. «И стал Соломон перед жертвенником Господним, впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу». Нееме 8.6. «И благословил ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклоняясь, и повергались перед Господом лицом до земли». Иудеи всегда осознавали о тех преградах, о тех помехах, которые мешают им стоять перед Господом в молитве. Исайя об этом пишет, 1.15. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Почему? Потому что руки ваши полны крови». Отсюда пошла культура, традиция омовения рук, чтобы перед Господом предстоять чистыми. Если вы помните, Понтий Пилат перед тем, как распять Христа, он умыл руки, символизируя таким образом, что на его руках крови нет. То есть он снял с себя всякую ответственность. А раввины иудейские говорят, что нельзя даже с утра произносить имя Святого Господа, пока вы не помыли руки. И есть целая культура, целая традиция, каким образом эти руки надо мыть, под каким углом, сколько полить на одну руку, на другую, сколько раз, из какой чашечки. Между прочим, это стало конфликтом между Христом, когда Он пришел в Израиль и начал проповедовать о Царстве Божьем. Они-то думали, что они нормальные люди, совершенные, уже почти-почти приблизились к Царству Божьему, и Христос придет и чуть-чуть им подправит. Он укажет, как более соблюдать точный угол попадания воды между пальцами неочищенных рук. Но Христос начал говорить совершенно о других вещах. И это привело в конфликт Христа и тех людей, которые Его слушали. Но о чем идет речь здесь? Что значит поднимать чистые руки? Естественно, здесь не идет о культуре, о традиции, о состоянии тела, о позе во время молитвы или во время поклонения. «Чистые руки» с греческого переводится «неоскверненные, незапятнанные злом». Руки символизируют жизненную активность. То есть человек работает руками, и благодаря этому он может жить. «Чистые руки» означают святую, незапятнанную жизнь человека. И они говорят о внутреннем его содержании. Поэтому Павел и пишет «воздвигать руки свои чистые без зла и гнева». То есть когда мы приходим к Богу, мы молимся Ему, мы не должны гневаться и злиться на других людей. Друзья, Христос в примере молитвы Своим ученикам, вы все знаете, Отче наш, Он им дал четкий пример. Как вы прощаете, так и вам проститься. Это важный принцип, с которого мы должны начинать свою молитву. Как можно молиться о тех людях вообще, на кого злишься? Однажды Христос Своим ученикам, уже приближаясь к Своим страданиям, к смерти крестовой, рассказывал об этом, что Ему придется много пострадать, что время Его страданий приближается. И им пришлось проходить через землю самарийскую. Ученики пошли наперед туда, чтобы подготовить, где переночевать, и все для этого необходимое. Но их отвергли, им не дали приюта. Они возвращаются ко Христу, и помните, что они говорили? Это сыновья грома, так называемые. Приходят они, Яков и Иоанн, подходят они ко Христу, и они говорят Ему, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их? Как или Я это сделал? На что Христос им ответил? То есть им не понравилось, что их отвергли, не понравилось, что их не приняли. Сразу давай их уничтожим. Обычная человеческая реакция. Если не убить, ну, по крайней мере, унизить. Или по крайней мере с кем-то осудить. Или каким-то образом так сделать, чтобы он почувствовал, что он не прав. Христос отвечает им на это. Христос, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души, а спасать». Совсем другая функция. Совсем другая цель. Это очень важный принцип. Не губить, а спасать. Человек ценен в глазах Бога. Как мы обычно определяем ценность какой-то вещи? Ценой, которую мы заплатили. Чем больше денег заплатил, тем она для меня ценнее. Порой она даже не нужна, эта вещь. Но денег я заплатил очень много. Поэтому я к ней отношусь очень бережливо. Как определяется ценность человека? Опять же, ценой, которая за него заплачена. Вот смотрите, кто по нашим человеческим меркам, кто ценнее в этом зале? Например, Виктор Фадеевич, или Анжела, или Алим, или я. Вот как вы думаете? По человеческим меркам можно быть, придерживаться каких-то критериев и поставить себе птички. Этот лучше, этот хуже. Но если смотреть по Божьим меркам, да, у меня, между прочим, был интересный случай. На Украине мы познакомились с прекрасными ребятами, но они настолько были, молодыми ребятами, они настолько были увлечены своей современной жизнью, что мы так живной себе подумали и поставили на них крест. Им к Богу вообще дорога закрыта. Но через год мы приехали, и мы очень сильно удивились. Они были уже давно с Богом и очень активные служители. Друзья, ценность человека определяем не мы. Ценность человека определяет кровь, пролитая за каждого из нас. В глазах Бога мы все равны. Есть одна цена. Кровь Сына Божьего. Кровь Иисуса Христа. Вот эта цена. И мы должны по-другому смотреть друг на друга. По-другому смотреть на тех, кто рядом с нами. Да, может быть, кто-то сделал мне зло. Но с позиции Бога, с позиции Иисуса Христа, за Него заплачен выкуп. Точно так же, как и за меня. И Бог уже не видит тех плохих действий, тех грехов, которые совершает мой ближний. Точно так же, как и не видит того, что делаю я. Ведь я же был грешником и остался грешником. Только я был грешником раньше окаянным, а теперь я стал покаянным грешником. Теперь кровь Христа омыла все мои грехи, как и того, кто находится рядом со мной. И дальше мы видим, что молитва должна быть без сомнения. Мы не должны сомневаться в действии Бога в жизни других людей. Иеремия 29, 11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будочность и надежду. И вас зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне. И я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня, всем сердцем вашим». Решение проблемы – это наша зависимость от Бога. Если Бог не будет влиять на сердца людей, то сколько вы не убеждаете, сколько вы не спорте, сколько вы не доказываете, ничего не получится. будут только конфликты, гнев и раздражение. Прежде всего, Бог, а только потом я, должен быть действительно тот специалист, кто может починить душу человека. Если у вас сломался компьютер, ну, кое-что, может быть, вы попытаетесь, а потом вам все равно придется идти к специалисту, который действительно понимает в этих вещах, и действительно может что-то сделать. Величайший пример такой молитвы, о которой здесь говорит Павел. Молитва постоянно, искренняя, без гнева, в поклонении Богу был сам наш Господь. Исайя 53, 12. Говорит нам следующие вещи. За преступников Он сделался ходатаем. Не за святых людей, друзья, а за преступником Он сделался ходатаем. На кресте, когда Он висел, Он молился, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Ответ нам эту молитву. Три тысячи покаявшихся в первой церкви. И на протяжении столетий еще тысячи, тысячи душ, которые пришли к Господу. Среди тех, кто бил Стефана камнями, был и Павел. В то время он назывался Савел из Тарса. Возможно, его покаяние – это тоже ответ на молитву Савла, который говорил, Господи, не внемли им греха сего. Всякое служение, всякое действие человека по отношению к другому человеку, которое направлено особенно на спасение его души, начинается с молитвы. Молимся мы так о наших ближних. Переживает ли наша душа о них? Поднимаем ли мы чистые, без гнева, руки к небу? Вот это образ мужчины, который может влиять на окружающий мир, оказывать свое созидающее действие. У мужчин одни методы влияния, у женщин другие. И мы постепенно переходим к 9 стиху. Какая должна быть женщина? Какая должна быть настоящая женщина? как вы думаете? Что первое приходит вам на ум? Красивая, я думаю. Или нет? Бесспорно, мужчины со мной согласятся. Женщина должна быть красивая. Первое Тимофею 2.9 об этом говорит. Чтобы и так же и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя. Женщины из этого текста видно, что они должны украшать себя. Они должны быть красивыми. Единственный момент в понятии красоте мнения у нас расходятся. Вот кому-то нравятся брюки широкие, кому-то узкие, а кому-то рваные. Но это дело вкуса, друзья. О вкусах не спорят. А мы должны понимать, что красоту создал Бог. И Он не ориентировался на наше представление о красоте. Он создал красоту по своему усмотрению. Экклесиас 3.11 Все соделал Он прекрасным в свое время. Все соделал Он прекрасным. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала и до конца. И Он не просто создал все прекрасным, а Он дал нам возможность и способность оценить эту красоту. Понимать, что красиво, а что не очень. И мы с вами восхищаемся Божьей красотой. Природа вокруг нас. Пожалуйста, идите и любуйтесь. Мы были в лесу, и после дождика под вечер солнце вышла из-за туч и начала садиться. Ну, половину тех, кто там с нами вместе отдыхал, схватили фотоаппараты и пошли фотографировать. Очень необычный закат на фоне сосен, которые покрыты таким от дождя беленьким белой росинками такими и садящиеся в солнце. Или к нам пришли лебеди. Вообще необычное явление. Два лебедя пришли с утра и с ним целая куча маленьких лебедят. Понятно, какой восторг был особенно у детей. Они сразу бросились их там кормить. Мы их оттягивали, чтобы лебеди их не покусали, но они просто шипели. Но зрелище, конечно, неимоверное. Это Божье творение, Божья красота, Божий дизайн, которым мы восхищаемся. Но венец всего творения, бесспорно, сам Бог. Салом 26, 4. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей. Для чего? Чтобы созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Бог красивее всего. Бог создал красоту, и Он создал все красивым, в том числе и женщину. Написано, Он все создал красивым. Это относится и к женщине. Но дьявол исказил у человека представление о красоте. Красота стала отвратительно, вызывающая, гордая, коварная, леденящая. Есть что-то, что нам кажется красивым, но на самом деле оно мерзкое. Вот я думаю, многие знают о женщинах-шпионках, которые работали, чтобы добыть ценную информацию. и вы знаете, каким путем они это. Да, они были красивые, они были элегантные, у них были очень тактичные манеры общения. Но результат этой красоты предательства. Многие зарабатывали на этом большие деньги, но следствие всего этого люди покидали свои посты, уходили в отставку или это в лучшем случае, а в худшем случае просто прощались со своей жизнью. Когда красота становится предательской, она становится частью греха, она несет в себе пагубную силу. Такая красота становится мерзкой. красотой. женщина должна быть красивой. И ее красота должна гармонировать с Божьей красотой, с той красотой, которую создал Бог. Есть, конечно, помехи, есть то, что мешает быть женщиной красивой. 1 Тимофея, мы читаем дальше, 2.9. Еще раз, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя. И дальше говорится, чем они не должны украшать себя. Не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою. Давайте мы сразу отметим здесь, что речь здесь не идет о том, что женщинам нельзя носить украшения или нельзя носить красивую одежду. Невеста Соломона в песнях песней 1.10. Золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными браслетами. Дальше Бытие 24.53. И вынул раб серебряные вещи и золотые вещи и одежды и дал ревеки. То есть мы видим, что украшения хорошие вещи, красивые вещи, ценные вещи, а Библия не запрещает. Ревеки вообще подарил эти вещи, передал патриарх веры. Он передал будущее своей невестке. Раб привез и подарил все эти кольца, браслеты, украшения. Библия не против украшения. Но Павел здесь говорит, что эти украшения не должны выставляться на показ. В чем была проблема Ефесской церкви? Мы уже говорили, что люди пришли из определенной культуры в эту церковь и принесли свое представление о красоте из мира. Одежда того времени, ну, такая представительная, красивая одежда, нарядная, стоила порядка 7 тысяч динариев. Одежда, которой одевались люди простые и рабы где-то 500-800 динариев. Доход человека простого, вы знаете из текста Писания, один динарий в день. Вот представьте даже бедному человеку, сколько нужно было трудиться, чтобы купить себе хотя бы одну смену одежды, уже не говоря о том, чтобы быть нарядными. Соответственно, люди, которые были более состоятельные имели несколько смен одежды дорогостоящей. Кроме этого, женщины того времени любили одевать на себя всякого рода украшения. И жемчуг стоило в три раза больше, чем золото. И этот жемчуг они любили вплетать себе в волосы, вшивать в одежду, в сандалии свои, соответственно, в кольца, в браслеты, в цепочки, во все вот это. И когда такая женщина приходила в служение, она не приходила поклоняться Богу, она приходила показать свой статус, подчеркнуть свою значимость, чтобы все заметили ее происхождение, ее возможности, ее сферу влияния. Именно против такой одежды в данном тексте говорит Павел. Каким же образом тогда женщине определить, что будет Боговдухновенно в одежде, а что нет? Этот вопрос она может решить только сама в предстоянии перед Богом, в молитве и в цели, которую она преследует, надевая или делая прическу и приходя в определенные круги, в определенные общества. Понимаете? А есть вот на пляж вы приходите в купальниках, на дачу вы одеваетесь своеобразно, в своем стиле, в церковь вы пришли совсем по-другому одеты. Для мужа, жены, вы можете одеться так, как нравится мужу, но надо тоже учитывать специфику, одевайтесь для мужа и будьте с ним дома. В ранние годы своего христианства я интересовал вопрос культуры христианской, вот когда с верующими встречаешься, почему так, почему не так, вот даже мой первый вопрос был, когда я в церковь сюда пришел, а Борисюк вышел на улицу, я ему сразу задал вопрос, а почему тут все без платочков? Может, я так спросил, что он испугался, платочки меня не интересовали, у меня просто разница вот там с платочками, а тут без платочками, но суть не в этом. На Украине мы поехали, это начало 2000-х годов, нас пригласили в гости, друзья наших друзей, то есть как бы пришли две семьи, третьей семье, а встречает нас жена нашего друга, второго, в мини-юбочке, все, мы зашли, поздоровились, естественно, у меня первый вопрос, а что у него жена неверующая? Ну, образ-то вот женщина в платочке, но как минимум в длинной юбке. Нет, говорит, верующая, но теперь, если мужу нравится, вот, в церкви говорят, если мужу нравится, это все, это закон, если ему нравится, значит, жена может одеваться, как ему нравится, если он это одобряет. Ну, закон, так закон. Но за разговором, вот она вот ходит, ну и все, и она задает вопрос, вот, говорит, да, я вот так хожу, потому что мужу нравится, но только, говорит, я не могу понять, почему, когда я хожу по улице, мне машины сигналят. Ну, во-первых, потому что ты пошла на улицу без мужа, а во-вторых, ты оделась на улице не для мужа, есть другие мужчины, и они вообще-то неверующие, и они, когда видят вот такое, вот определенное одеяние, соответственно, это привлекает их внимание. То есть, культура нашей одежды зависит от того, чего хотим мы добиться в своей жизни. Или я для мужа одеваюсь, или я одеваюсь, извините, и потом еще делают определенные люди кастинг духовности мужчин. Приходят, опять же, после служения, как-то вот, я невольным стал свидетелем диалога. Идет девушка в мини, а парень, судя по всему, ее приглашает на свидание. И она ему отвечает, духовно так отвечает, нет, я с тобой не пойду, потому что ты подошел ко мне из-за того, что я одела мне юбку. Ты человек не духовный. Вот духовный кастинг среди братьев, сестры устраивают. Интересно, какая у нее степень духовности, если она таким образом приходит в церковь и привлекает к себе внимание. А как братья, ну ладно, которые еще сидят впереди нее, а как вот те братья, которые за ней поклоняются в это время Богу и повышают свой уровень духовности. То есть вы понимаете, да, мы все живые люди, мы все духовные, и поэтому наша культура одежды, то в чем ходить, то куда ходить и как ходить, должна в первую очередь решаться из нашего предстояния перед Богом, из нашего поклонения Ему. Что делает женщину по-настоящему красивой? Ведь пройдет время, появятся морщинки, появится палочка и трясущая рука, появится седина, а может быть и раньше, или болезнь какая-то, или несчастный случай, и вы потеряете ту внешность, которой вы обладаете в данный момент. Что останется? Останется у вас красота, или она уйдет вместе с вашей молодостью? Это как сегодняшние звезды, звезды кино, обложек журналов, звезды эстрады, молодость ушла и началась пластическая операция, причем не всегда удачная, а вернее вообще-то в основном неудачная. Вы знаете, так вот губки раскрываются, как у обезьянки, глазки куда-то убегают. Валерию Леонтьеву сделали операцию очередную, он, бедолага, год спал, не закрывая глаз, но перетянул доктор слишком сильно, ему прописали специальные капли, чтобы хоть как-то увлажнять глаза. уходит красота и больше ничего не остается. Что нужно, чтобы остаться такой же привлекательной, как вы сегодня? В противоположность тому, что нельзя, что не надо делать, что не надо одевать, Павел пишет, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но смотрите, чем, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Все, что сказано до этой фразы и после нее, не будет иметь никакого результата, никакого эффекта, если не будет благочестия в жизни женщины. Благочестия, которая проявится через ваши добрые дела. Благочестие – это богобоязненность, богопочитание, это искреннее хождение с Богом, это гармония с Богом, это стремление к тому, чтобы угодить Богу. В первую очередь, чтобы угодить Богу. Поэтому красота женщины начинается с того, что она ходит перед Богом, ориентируется на Него. Бог является главным ориентиром в ее жизни, в ее жизни, в ее представлении о красоте. Это благочестие обязательно будет проявляться через ваши добрые дела. И хотелось бы еще посмотреть очень кратко, так как нету много времени о благочестивых женщинах, о которых описано в Библии. Книга Руфь. Книга Руфь. Небольшая книга, всего 4 главы. Но очень интересная, очень легко читается. Если у вас будет желание, возможность и время, можете дома почитать более подробно о чем там говорится. Там описаны две благочестивые женщины. Одна постарше, более зрелая и одна молодая. Руфь и ее свекровь Ноеминь. Они находятся в чужой земле. У Ноемини умер муж и оба сына. У Руфи умер, соответственно, муж. Очень хороший повод для того, чтобы посидеть, поплакаться, вызвать в себе жалость, привлечь внимание. Но ни одна, ни другая так не поступают. И здесь надо отметить, что Ноеминь переживала очень сильно, так как она пишет, когда ее стали называть Ноеминь, она говорит, не называйте меня Ноеминью, а называйте меня Марою. Почему? Потому что Мара означает горечь. В моей жизни много горечи. Я потеряла мужа и потеряла двух сыновей. Но несмотря на это, смотрите, что она говорит своим снохам. Когда они шли, уже возвращались в Иудею, возвращались домой, возвращались в Ифлием, Ноеминь сказала двум снохам своим, пойдите, возвращайтесь каждое в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. То есть она не заботится о себе, она не привлекает внимания к своему горю, заботится о ближнем, она заботится о своих снохах. Она говорит, идите к своим матерям, там вам будет лучше, потому что в Иудее вам будет плохо. Если вы помните, что в Второзаконии 23 глава описано, почему нельзя было ходить амманитянам и моавитянам в Иудею. Смотрите, амманитян и моавитян не может войти в общество Господне. И десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта. И потому, что они наняли против тебя Валаама, сына Виарова из Пефора Месопотамского, чтобы проклинать тебя. Для мавитян, а Руф была мавитянка, было табу вообще попасть в общество израильское, попасть к Божьему народу. И понимая это, свекров говорит Руфе, не ходи туда, иди к своей матери. Но что ей отвечает Руфе? 1.16 Но Руф сказала, не придужай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом, и где ты умрешь, там и я умру, и погреблена буду. Пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает. Смерть одна разлучит нас с тобою. Смерть одна разлучит нас с тобою. Посмотрите вообще на богочестивый характер Руфи. Она не оставляет человека в беде. Она понимает сама ситуацию. Она сама в похожей ситуации находится. Но Ноеминь заботится о Руфе, а Руф заботится о Ноемине. Они обе возвращаются в Вифлеем. И очень интересно, что в скором времени у всех ворот написано стали говорить о том, какая Руфь, какая она добрая, богобоязненная, трудолюбивая. Ей не надо было говорить иди и работай. Она сама встала и пошла собирать колосья, потому что им надо было за что-то жить. А представляете, человеку, который изгой в чужой стране, пойти устроиться кому-то на работу. Это очень сложно. Но придя к ВОЗу, она заработала сразу к себе доброе расположение своим трудом, потому что надзиратель, слуга, который следил за рабочими, он сразу ВОЗу говорит, эта женщина пришла и с утра работает до поздной ночи и домой не ходит. То есть другие как бы делали перерыв, а она в принципе трудилась и трудилась и трудилась и никто ее не заставлял. Вследствие чего ВОЗ говорит, ты можешь оставаться на другие поляне ходить и собирать не только за жнецами, а даже между снопами. И говорит, откидывайте ей еще зерно, пусть она собирает сколько ей надо и воду можешь пить с моими рабочими. Она впечатлила своим поведением, своей внутренней красотой, своей богобоязнью, благочестием ВОЗа. И когда ВОЗ ее хвалит, она очень смиренно ведет себя, она не превозносится. Смотрите, что она ему отвечает. Она сказала, да буду я в милости перед очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из твоих рабынь. Вот смотрите, вот женская красота, которая выражена в благочестии. Добротетель и благочестие, вот истинные черты, которые отражают женскую красоту, которые оказывают созидательное влияние, даже в очень трудных условиях. Но это не все. Еще есть маленькая ремарочка. Если вы помните книгу Притч, 31 главу, там тоже речь идет о добродетельной женщине. Так практически восемь характеристик благодетели совпадают с образом Руфи. Они параллельны с образом Руфи. Но мне хотелось бы закончить еще на одном. Так как много споров все равно возникает по поводу одежды, чтобы внутренние женщины были спокойны. Притча 31-22. Одна из благодетелей благочестивой женщины. Она делает себе ковры, и дальше смотрите, весом и пур-пун одежда ее. То есть она ходит аккуратно, красиво и нарядно. Мы не должны ходить неопрятными. У нас не должен быть на голове взрыв макаронной фабрики. Друзья, все должно быть благочестиво, бесспорно. Но мы должны быть красивыми. Женщины такими создал вас Бог. И это та красота, которая влияет на людей вокруг нас. Молитвы должны совершать мужчины, но я не говорю, что женщины не должны молиться. А женщины должны быть красивыми, богобоязненными, благочестивыми, и это должно быть видно в их жизни. Давайте помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за то, что у нас есть время пребывать в Слове Твое, за то, что Ты открываешь нам смысл красоты, смысл той красоты, которую Ты создал. Спасибо Тебе за то, что мы можем учиться этому, и Ты действительно благослови нас, быть влиятельными, оказывать созидающие действия на тех, кто нас окружает. Быть действительно Твоим образом, Твоим подобием, теми, какими Ты нас задумал, и какими Ты хочешь нас видеть. Аминь. Аминь.